МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 23 января 1881 года, в Большом театре, состоялась премьера оперы Чайковского Евгения Онегин. В этот день, 23 января, родились 12-й патриарх Московский в Сея-Руси Сергий. Григорий Александров, кинорежиссер, автор популярных советских фильмов «Веселые ребята», «Волга-Волга». Агюст Монферран, архитектор. В эпоху Наполеона война уже превратилась в непрерывный конвейер смерти. Гибли десятками и сотнями тысяч в армию, забревали миллионами. При этом война еще сохраняла прежний рыцарственный лоск, и с плена, пока выпускали под честное слово, вчерашнему врагу протягивали руку. Агюст Монферран служил в коннице Наполеона, даже получил орден почетного легиона. Лишь в перерывах от боевых действий он учился в школе архитектуры. И когда в 1814 году русские войска победоносно вошли в Париж, молодой человек добился аудиенции у русского государя, своего вчерашнего противника, и подарил ему красную папку с золотым яснением. В ней были работы архитектора. Был там даже проект ремуфальной арки в честь победы русского оружия над французским, и с надписью на фасаде «Храброму российскому воинству». Два года спустя Монферран по собственной инициативе перебрался в Россию, в Санкт-Петербург, чтобы реализовать свои большие амбиции. Он не говорил по-русски, у него не было здесь знакомых и друзей, но было огромное желание работать. Заполучив нужную рекомендацию, он отправился к генералу Августину Бетанкуру, который возглавлял Комитет по делам строений и гидравлических работ. Под его началом работали лучшие инженеры и архитекторы – Росси, Стасов, братья Михайловы. Сам генерал же считался любимцем императора Александра I. И снова Монферрану удалось выгодно презентовать себя и свои таланты. Он преподнес генералу прекрасно выполненные рисунки классических сооружений Древнего Рима. Бетанкур был в восторге. Он решил устроить французского архитектора на фарфоровый завод, но тот отклонил предложение. И тогда Бетанкуру пришло в голову поручить Монферрану переделать Исаакиевский собор. Сам император обратился к генералу с просьбой найти кого-нибудь для этой цели. Собор этот имел к тому времени более чем столетнюю и весьма непростую историю. Во времена императора Александра это была уже четвертая попытка превратить его в архитектурную жемчужину. И снова Монферран верен себе. Для царя он подготовил великолепную папку. В ней были 24 варианта проекта собора, даже в китайском и индийском стилях. Императору понравился проект пятиглавого собора в классическом стиле. Так французский зодчий стал наконец придворным архитектором. К нему посыпались заказы, о нем заговорили, и именно ему поручили переделывать Исаакиевский собор. Это был шанс навсегда вписать себя в историю мировой культуры. Монферрану не пугали неудачи предшественников и отсутствие опыта в подобных делах. Он рьяно принялся за дело. Но тут пришла беда, откуда не ждали. Еще один придворный архитектор, тоже француз, Антуан Мадьюи, принялся писать на Монферрана доносы о несостоятельности его проекта. Пришлось даже остановить работы, была назначена специальная комиссия для расследования обвинений. Три года Монферран защищал свой план, но один пункт ему все же в проекте не удался. У него не получилось гармонично соединить старый Исаакиевский храм с новым. Был назначен новый конкурс, где французы позволили участвовать на общих основаниях, и он выставил свой старый проект. На этот раз победа присуждена была архитектору Андрею Михайлову. Но, благодаря вмешать стул графа Аракчеева, переделка собора возобновилась все же по прежнему плану Монферрана. Работа французского зодчего в России вышла на редкость плодовитой. Именно его перу принадлежит проект Александровской колонны на Дворцовой площади. Кстати, тоже памятник победе России на Даполеоновской Франции. Многочисленные дворцы столичной знати, грандиозный комплекс зданий для Нижегородской ярмарки. Все это Монферран. И между тем, работы по переделке Исааки тянулись невероятно долго. В столицу даже ходила шутка. Якобы Монферрану предсказали, что он умрет сразу, как закончит строительство. И потому он не торопится. А ведь так и получилось. Торжественное освящение Исаакиевского собора, который был провозглашен Кафедральным собором Русской Православной Церкви, состоялось 30 мая 1858 года. А спустя полтора месяца Агюст Рикарф де Монферран умер. Он прожил 72 года, из которых 40 работал над Исаакиевским собором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова